Муж всегда открывает жене дверь в машине. Все подруги и знакомые восхищаются им. Говорят, что он джентльмен. И только жена знает, что ручка в машине изнутри сломана. Разговаривают трое. Пессимистский говорит. Все мужики козлы. Оптимистский говорит. Скоро ко мне приедет мой принц на белом коне. Реалистка говорит. Козёл на белом коне? Это я не видела. Надо смотреть. Утес с маленькой дочкой в пивной. Утес говорит. Попробуй-ка, что папа пьёт. Дочка попробовала. Фу, какая гадость. Папа говорит. Во, а вы с мамой думаете, что я здесь варенье ем? Из милицейского протокола. Мой муж, как всегда, пришёл домой пьяным и начал скандалить. В это время в форточку влетела молния и ударила его сковородкой по голове. 21.00. Именно в это время дети начинают признаваться родителям, что им завтра надо принести в школу поделки, доклад с цветными фотографиями, пирог на чаепитее. Сержант говорит Невальному. Генерал не приходил? Невальный говорит. Нет. Сержант говорит. Как придёт, сообщи мне сразу. И так несколько раз. И тут заходит генерал. Невальный спрашивает. Ты что ли генерал? Генерал говорит. Ну, я. Да. Ты, Симок, где ходишь? Тебя сержант уже 20 часа ищет. И запьяснительный. Встал утром, посмотрел в зеркало, сам себя не узнал. Решил на работу не идти, потому что физиономия не совпадала с фотографией на пропуске. Отец пришёл с работы. Маленький сыночек говорит. Папа, мама просила, чтобы ты дома ходил в носках, без тапочек. Отец говорит. Почему? Она потеряла две иголки и хочет их найти. Подписываемся.